Тогда главной задачей Центрального комитета и КПСС было, знаете что, повышение материального благосостояния советского народа. И тогда думали о том, что, слушайте, главная задача, чтобы у людей все время в карманах денег больше было. А на эти деньги они уж найдут, что купить. Там были проблемы у нас другого типа. То есть денег было много, а купить было особенно нечего. То есть нужно было развивать, как это китайцы сделали, мелкий и средний бизнес, да, сферу обслуживания населения. В принципе, китайцы это сделали, и теперь они совершенно по-другому живут. А у нас получилось по-другому. Но в результате задачи, которые ставятся, они не соответствуют желаниям народа. Потому что, еще раз, взять деньги у одних, как я вам рассказывал, у пенсионеров, ну или у бизнесменов через повышение НДС, и отдать их, причем ты должен доказать, что они тебе нужны. То есть ты должен доказать, что ты нищий, чтобы тебе дали денег. А может быть делать совершенно по-другому? Взять, например, тарифы снизить. Или обеспечить систему налоговую, если, например, омешусь, я не такую, что, например, до 50 тысяч ты вообще не платишь налогоподоходную. Ну не платишь и все. И кто-то и помог всем без исключения.